Дворец культуры имени Ивана Ивановича Наймушина Ради Победы! Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Родился 19 ноября 1896 года. Во время Великой Отечественной войны занимал пост начальника генерального штаба, затем член Ставки Верховного Главнокомандования. Был командующим фронтами – ленинградским, резервным, западным, первым украинским и первым белорусским. Четырежды герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победа. В конце марта 1945 года Жуков прибыл в Ставку, чтобы получить одно из важнейших распоряжений Сталина – опередить планы союзников по захвату Германии. Жукову досталось самое прямое и трудное направление по взятию Берлина войсками 1-го Белорусского фронта. В его распоряжении были подготовлены инженерные укрепления и самая мощная сила противника на Зиеловских высотах, которые прозвали «Зубы дракона». Они были практически неприступны для мотострелковых войск. Георгию Константиновичу пришлось принимать непростое решение для взятия огневых рубежей. В ночь на 17 апреля 1945 года, вопреки директиве Сталина, он дал распоряжение резервным танковым войскам идти в наступление. Несмотря на возможные последствия, в 1945-м все мысли были только об одном – победить. Он нашел слабое звено в обороне, и танковая армия Катукова практически обошла Зиеловские высоты. Если посмотреть на карту боя, эта атака походит на букву «Х». Этот маневр до сих пор применяется в обучении российской армии как самый оперативный. Маршал смог пробить в обороне брешь висло-одерской операции. 30 апреля войска Жукова штурмом взяли рейхстаг и водрузили знамя победы. 8 мая Георгий Константинович от имени Верховного Главнокомандующего СССР принял безоговорочную капитуляцию Германии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова